Совершенно внезапно на календаре уже середина августа, это значит только одно, что моделям линейки iPhone 12 осталось ходить во флагманах не так долго, и уже скоро нас ждет первое осеннее мероприятие Apple с презентацией новых смартфонов. С 2012 года анонс обновленных iPhone проходил с 7 по 12 сентября, и только прошлый год с локдауном и дефицитом компонентов для будущих устройств навел смуты и перенес запуск iPhone 12 на середину октября. При этом 15 сентября 2020 мероприятие все же состоялось, но были показаны только часы и планшеты. Я думаю, что в Apple сделали определенные выводы, что если не пошевелиться чуть раньше обычного, то сроки, к которым все привыкли, можно и пропустить. При этом представители Foxconn, которые, собственно, и собирают для Apple смартфоны, намекнули на возможный дефицит компонентов для будущих iPhone, так как ситуация со здравоохранением в Азии может ухудшиться, и Apple вместе со своими партнерами необходимо внимательно следить за тем, окажет ли эта ситуация серьезное влияние на цепочку поставок этих самых запчастей. И кроме того, у Apple есть достаточно серьезные прогнозы относительно продаж так называемых iPhone 13. В компании рассчитывают отгрузить около 90 миллионов смартфонов к концу этого года, что вполне амбициозно, так как ранее эта цифра находилась на уровне 75 миллионов на период запуска, то есть осень и начало зимы. Учитывая хорошие продажи почти всей линейки iPhone 12, кроме маленькой версии, это вполне реально. Прошлогодние iPhone 12 оказались крайне удачными как в плане размеров, продаж, так и характеристик. Если раньше было более заметно разделение по моделям, например, базовый iPhone 11 имел IPS-экран, достаточно большой размер, который далеко не всем нравился, а за OLED и удобный форм-фактор приходилось доплачивать, я сейчас, конечно, о модели iPhone 11 Pro, то iPhone 12 и 12 Pro по факту во многом одинаковые телефоны, за исключением некоторых фишек камеры и материалов корпуса, само собой. И базовая модель iPhone 12 пользуется огромным спросом, так как его характеристик хватает большинству пользователей, в нем установлен топовый OLED-экран, так что улучшенная линейка имеет все шансы на успех у потребителей, особенно если не заставлять их долго ждать появления трубок на прилавках магазинов. Согласно опросу ресурса CellCell, более 40% опрошенных планируют обновиться до iPhone 13, если в нем появятся некоторые ожидаемые фишки, о которых и поговорим. Кстати, 74% пользователей того же ресурса против названия iPhone 13, цифра-ка-то якобы неудачная. О каких фишках и особенностях мечтают те самые пользователи? Стоит ли вообще ждать будущие флагманы и чем нас планирует удивить Apple? Революции сентябрьский анонс однозначно не станет, все нововведения будут основаны на улучшении существующих функций и добавлении некоторых уже представленных в других продуктах фишек. Несмотря на посредственные продажи iPhone 12 mini, да, он плохо продается, миниатюрный флагман вряд ли пробойдет из линейки 2021 года. В Купертино однозначно дадут второй шанс самому маленькому iPhone, но, возможно, пересмотрят ценообразование и сделают его более доступным, что вряд ли. В остальном это будет все те же четыре модели с той же диагональю экранов, что и iPhone 12. Судя по макетам, которые вовсю гуляют по сети, серьезных отличий в дизайне или материалах ожидать тоже не стоит. Основное визуальное отличие от актуальной линейки заключается в размере и расположении модуля камер. Такие изменения требуются для размещения внутри дополнительных линз и перенос системы оптической стабилизации со сдвигом матрицы на остальные модели, кроме версии Pro Max. По заявлениям почти всех инсайдеров популярных, камеры станут более светосильными, что улучшит качество снимков в условиях низкой освещенности, а новый процессор позволит прокачать функции ночного режима, которые, на мой взгляд, являются наиболее интересной фишкой камер смартфонов за последние несколько лет. Но, конечно, кроме ночного режима есть еще парочка интересных именно программных функций, на которые Apple сделает упор, причем одно из них касается не только будущих iPhone, но и актуальных моделей. Я думаю, если вы делали когда-нибудь снимки при плохом освещении с яркими источниками света, например, фары, машины или уличные фонари, то замечали зеленые точки блики на снимке, которые обычно появляются совершенно не кстати. Появляются они из-за особенности строения модуля камер и защитных линз. Так вот, будущее iOS 15 научится с помощью искусственного интеллекта обрабатывать итоговый снимок и автоматически удалять эти пятна. Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией о новом режиме видео, который внутри Apple называется кинематографическим видео, и технически это будет видео-версия портретного режима фото, когда камера будет фокусироваться на человеке или предмете, размывая при этом задний фон. На самом деле штука полезная для блогеров или тех, кто занимается профессиональной съемкой на iPhone. Ходят слухи и о добавлении нового формата видео Apple ProRes, как это было с ProRo для фотографий, но само собой доступна опция будет только для Pro-моделей, либо даже только для 12 Pro Max, так как мы видим по iPad Pro, не все топовые фишки получают даже профессиональные версии устройств. Одной из самых ожидаемых опций для iPhone уже не один год остается экран с частотой обновления 120 Гц, и именно на это рассчитывают те самые 40% пользователей и запросок, которые планируют сразу же обновиться до нового флагмана, если Apple решится на такой шаг. Технически у компании есть все, чтобы реализовать эту долгожданную фишку, а именно в iPad Pro уже несколько лет применяются экраны с технологией ProMotion, а LTPO-экраны устанавливаются в Apple Watch еще с пятой модели. Если Apple все-таки снизойдет до пользователей и внедрит эту технологию в будущий iPhone, то смартфон сможет регулировать частоту обновления экрана в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц и, соответственно, отображать более плавную картинку, либо снижать частоту обновления для экономии энергии. И, само собой, наличие экрана с технологией, как в часах, приводит нас к еще одной фишке, а именно всегда включенному экрану. Это может быть не самая топовая функция, но ее реализация в Apple Watch мне нравится. Можно сидя за столом, не совершать дополнительных движений и узнать время. Предположительно, на смартфоне это позволит отображать некоторые данные, такие как время на экране блокировки, уровень заряда и иконки уведомлений. Какие-то пару секунд это позволит вам сэкономить, чтобы просто кинуть взгляд на смартфон, а не тапать по экрану, чтобы узнать время. Я думаю, что всего вот этого уже более чем достаточно для анонса новых моделей, так как экраны камеры — это самое ходовое среди нововведений у всех производителей смартфонов. Однозначно никуда не денется порт Lightning, несмотря на то, что MagSafe — это хорошая альтернатива традиционному способу зарядки по кабелю, но не так много владельцев отказываются от бесплатного провода из комплекта в пользу дополнительного аксессуара. А то, что в комплект положат что-то бесплатное и беспроводное, это уже точно звучит как фантастика. Можно предположить, что с iPhone будут поставлять какой-то более дешевый аналог MagSafe, например, из пластика, как это сделано в Apple Watch, но это окончательно прикончит продажи оригинального MagSafe. Сканер отпечатка пальца не появится в кнопке включения, так как есть более удобный Face ID, и такая опция, скорее всего, станет доступна для будущего более бюджетного iPhone SE, по аналогии тому, как это реализовано в iPad. В дорогих планшетах Face ID, в более доступных версиях сканер пальца. Правдоподобных слухов о замене мобильного процессора A-серии на более производительный M1 в сети еще не появлялось, да и глядя на применение этого чипа в iPad, для смартфонов это вообще мало имеет смысла, и в основу будущих флагманов, само собой, ляжет A15 Bionic с улучшенной по традиции производительностью и энергоэффективностью. Я хочу увидеть больше реально полезных и заметных для обычных пользователей нововведений, например, как функция в центре внимания для iPad, когда вроде мелочь, но полезна при общении с родственниками и друзьями, тем более, что с путешествиями до сих пор есть вопросики. Стоит ли ждать новой модели или купить сейчас актуальную? Если вы не гонитесь за последними фишками, не снимаете много видео или фото профессионально, то iPhone 12 покроет вообще все ваши запросы, но учитывая, что осталось совсем немного времени до презентации, а цена на iPhone все-таки тоже не 3 копейки, я бы сначала, конечно, посмотрел, что там покажут в Купертино, тем более осталось вообще меньше месяца, я думаю, пару недель и нам уже объявят презентацию. Сразу после презентации я подведу итоги на канале, рассмотрим все новинки, так что не забывайте про подписку, чтобы не пропустить, и спасибо, что посмотрели это видео, увидимся в следующих роликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok